Добрый вечер, уважаемые жители Ленинского района. Сегодня, как всегда, в четверг у нас прямой эфир. Тема, о которой сегодня мы будем разговаривать, это реклама. Но реклама не та, которую вы видите в своих телевизорах или читаете на страницах журналах и газетах. Сегодня реклама наружная, тема нашего обсуждения. Наружная реклама ведь она такая штука, она висит на улицах нашего города, и она может либо украшать, либо портить наш город. А в студии сегодня вместе со мной на эту тему будет разговаривать Сергей Витальевич Куканов, заместитель руководителя главы Ленинского района и начальник управления по экономике и потребительскому рынку. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сразу первый вопрос, как вы считаете, вот на ваш свежий взгляд человека, который не так давно работает в Ленинском районе, реклама на нашей территории, она украшает или ухудшает внешний вид облика? Ну, всю территорию Ленинского района нельзя рассматривать как некто единое целое в данный момент по рекламе. В каких-то местах действительно это украшение, но, к нашему сожалению, таких мест не так много. Конечно же, нагромождение рекламы, как отдельно стоящей, и разноплановой, и по высоте, и по габаритам, оно портит внешний вид, портит прилегающие к дорогам, например, просторы. И что касаемо объектов потребительского рынка, магазинов, аптек и прочих-прочих объектов, тоже нагромождение портит. Поэтому и вся наша работа направлена на то, чтобы сделать общую, единую некую такую концепцию рекламы, чтобы, естественно, она украшала и выполняла те функции, которые на нее возлагаются. Ну вот у меня есть предложение, чтобы наши телезрители легче им было присоединиться к нашему разговору, посмотреть сюжет. Сюжет, который расскажет об истории рекламы и вообще о рекламе в нашем городе. Первая реклама появилась в Древней Месопотамии. За следующие несколько тысяч лет истории реклама не претерпела существенных метаморфоз. Люди предлагали свой товар и всячески его рекламировали. В России же первый рекламный плакат появился в конце 19-го столетия. Революция в истории развития рекламы случилась после Первой мировой войны, когда конкуренция между монополистами достигла своего пика. Реклама в переводе с латыни – крик или призывный крик. Как бы сегодня ни ругали рекламу, она остается двигателем прогресса, ускоряет товарооборот, помогает в конкуренции. И, безусловно, это самый эффективный способ доведения информации до покупателей. Мы постоянно сталкиваемся с рекламой и порой даже не замечаем этого. Наружная реклама – весьма эффективный инструмент, который воздействует на человека помимо его воли. Вся информация о той или иной компании или услуге откладывается в подсознании. Хочешь, не хочешь, но пока ждешь на остановке общественный транспорт или по нескольку раз в день проезжаешь мимо одного и того же рекламного счета, по неволе выучишь его содержание. Реклама сегодня уже прочно проникла в нашу жизнь и основательно закрепила свои позиции. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сергей Витальевич, ну вот сейчас мы видели на кадрах небольшой фрагмент, но все-таки рекламы, которая расположена на остановках. Ну, согласитесь, вид не очень эстетичный. Согласен с вами, вид не эстетичный. Здесь не совсем эта реклама, конечно, была в чистом виде. Это более объявления. Объявления, как часто бывает, либо физических, либо юридических лиц, эти бумажки, которые располагаются. Здесь, конечно же, невозможно по таким объявлениям выдавать предписания и прочие механизмы ввести, которые ведутся по борьбе с серьезной наружной рекламой. Эта работа, естественно, должна осуществляться в рамках благоустройства. То есть зачистка, уборка и уборка вот этих вот некрасивых насаждений. Ну, а вот то, что касается серьезной рекламы, которая на баннерах, на больших счетах располагается вдоль дорог, ну и около торговых центров. Существует ли какой-нибудь, вернее, наверняка существует, что это за процедура? Как она появляется на улицах? Кто за это отвечает? Кто несет ответственность за содержание самой рекламы? Вообще это контролируется коим образом? Да, конечно, это контролируется. Появляется двумя способами. Легальным или нелегальным. То есть, соответственно, если человек приходит, проходит все процедуры, это законная реклама, она выдается разрешение на установку объекта рекламной конструкции, либо согласование на установку информационной конструкции. Если объект не является законом, то есть отсутствует выданное разрешение или согласование объекта незаконным. Соответственно, выдается предписание на демонтаж рекламной конструкции или информационной конструкции. Выдерживается необходимый срок, предписание публикуется в средствах массовой информации, либо, если собственник установлен, отправляется письмом с уведомлением, либо вручается на руки этому собственнику. Если собственный в добровольном порядке не демонтировал эту рекламную конструкцию, то администрация заключает договор с какой-то организацией, которая может осуществлять эти работы, и эта подрядная организация осуществляет демонтаж данной рекламной или информационной конструкции. Ну вот смотрите, я человек, которому надо сделать рекламу и расположить ее на счетах города. Я должна куда-то обратиться? Что я должна? Какая процедура вообще всего этого? Это заявление? Здесь есть два момента существенных. Первый, если говорить об отдельно стоящих рекламных конструкциях, то все отдельно стоящие рекламные конструкции должны быть внесены в схему расположения рекламных конструкций, которые существуют по каждому поселению. Если вы хотите разместить объект, вашу рекламу на один настоящий рекламной конструкции, вы участвуете в необходимых конкурсных процедурах, которые администрация проводит путем аукционных процедур. Выбирается организация, которая выигрывает данную рекламную конструкцию, получает право на размещение этой рекламной конструкции. Если вы являетесь, условно, предпринимателем, который продает какие-нибудь товары, оказывает услуги и находится в каком-то здании, и вы хотите разместить объект рекламы или информации непосредственно на этом здании, вы должны подать соответствующее заявление с просьбой выдать разрешение. Заявление подается, самый правильный путь, подать естественно многофункциональный центр Ленинского муниципального района. Подается соответствующий документ, заявление, к которому прикладывается перечень необходимых документов. Весь перечень документов можно увидеть и ознакомиться на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района adnodefisvidne.ru в разделе реклама. А вот то, что изображено будет на этом баннере, то, что будет носить не только внешнюю красоту, но и внутреннее содержание рекламы, это кто-нибудь отслеживает? Да, конечно. Все документы, которые подаются, отслеживаются по двум направлениям. Первым – это соответствие техническим параметрам и составу документов, в том числе имущественному составу и земельному, если необходимо. И второе – это естественное соответствие архитектурному облику города. Этим занимается отдел архитектуры, то есть заявитель, подавая документы через МФЦ, может поступить двумя способами. Первый способ – это подать соответствующий дизайн-макет также в МФЦ с полным перечнем документов, и тогда администрация в рамках своего взаимодействия направит этот пакет, в том числе в отдел архитектуры, которая предоставит свое обоснованное заключение, соответствует или не соответствует. Либо второй момент. Если предприниматель хочет сделать данные согласования быстрее и хочет сделать так, чтобы убедиться изначально, что проект соответствует, он может еще до подачи документов в МФЦ обратиться в архитектуру, в отдел архитектуры, администрации и получить согласование. Тогда одна итерация сокращается и возможности отказа, естественно, меньше. Ну, вот как бы то, та реклама наружная, которую мы видим на улицах нашего города, даже вот видна, мы уже не выходим за пределы пока видного, она все-таки вот какая-то, мне кажется, еще не достигла более высокого уровня. Баннеры, нет световой рекламы, нет рекламы, которая меняется, вот эти кубы, трехмерные изображения, которые, что-нибудь в этом плане будет делаться? Да, конечно. Первое, сейчас мы разрабатываем новый проект документов наших муниципальных в части того, чтобы вся реклама наружная должна иметь либо внешнее, либо внутреннее освещение по цвету. Это первое. Второе, разработанные концепции архитектурного оформления для начала главных улиц-поселений, то есть по каждому поселению сельскому и городскому разработаны по главной улице, по городскому поселению видны по трем главным улицам. Разработана архитектурная концепция. И сейчас проводится работа по сути по двум направлениям. Ну, естественно, проводится визуальный осмотр и фотофиксация всех объектов рекламы информации на этих главных улицах. Проводится сверка с выданными разрешениями на установку. Если разрешение на объект, который не соответствует этой концепции, отсутствует, выдается соответствующее предписание и с последующим принудительным демонтажом, если собственник сам не демонтировал. Если, а такие случаи и есть, в соответствии с разработанной концепцией архитектурного оформления рекламная или информационная конструкция не соответствует, но есть выданы разрешения на установку рекламной конструкции. Ведутся переговоры с собственниками зданий отдельных по проведению в соответствии с концепцией данной конструкции. Ну, я имела в виду, когда задавала этот вопрос, будет ли она более современная? Да, конечно. Естественно, будет. Концепция это учитывает, что она была более современной. Мы хотим полностью отказаться. И на наших муниципальных предприятиях и учреждениях уже это отслеживается. Полностью от баннерной ткани, конечно же, в чистом виде, потому что это портит концепцию. Баннерная ткань может заменяться очень хорошо световыми коробами с приятным внутренним подсветом. Если это, естественно, реклама, рекламные щиты большие, там, допустим, 3х6, про внутренний подсвет говорить тяжело, тогда внешний подсвет, но в любом случае, чтобы в ночное время, особенно сейчас, когда ночь у нас большая, темнеет рано, соответственно, это будет актуально, видно и создавать приятные впечатления о городе. Только подчеркивать какие-то архитектурные вещи в нашем городе. Ну вот, смотрите, нам стали поступать уже первые вопросы. Вопрос от Елены Павловны. Кто должен обслуживать рекламные конструкции? Установленные щиты стоят с облезлым основанием, портят вид города. Ну, обязанность по содержанию в надлежащем виде рекламных конструкций, вот в данной части, которая была озвучена в обращении, естественно, возлагается на собственниках рекламных конструкций. То есть организация, обычно это рекламный распространитель, какая-то рекламная компания, которая выиграла конкурс, поставила рекламную конструкцию, допустим, щита и нашесть, обязана обеспечивать надлежащее состояние, чтобы, не дай бог, не упала эта рекламная конструкция, чтобы она была покрашена, если отслеживаются факты ненадлежащего состояния. За этим следит 25-й отдел Госадомтехнадзора. То есть, если видны какие-то и, соответственно, жители видят какие-то факты ненадлежащего состояния, они могут обращаться как в Госадомтехнадзор, так в администрацию мы посредством нашего взаимодействия будем подавать документы в Госадомтехнадзор. Ну и, соответственно, люди, кто портит облик нашего города, будут отвечать. Еще вопрос от Игоря Сергеевича Тараева. Какие меры воздействия предпринимаются к табличкам, которые прибиты к деревьям вдоль дорог? Тоже, кстати, очень некрасивая такая форма размещения рекламы, и люди почему-то используют ее достаточно широко. Да, действительно, к табличкам вдоль дорог на деревьях размещаются небольшие таблички, металлические, деревянные, очень сильно портит город. А мы в рамках работы с поселением ведем борьбу с данными моментами. Естественно, на табличке очень тяжело выдать предписание, потому что очень тяжело определить владельца этой таблички. Но там же есть телефон. Да, там есть телефон, но по закону мы не можем четко сопоставить, что этот владелец является рекламным распространителем. Условно, это будут быть разные вещи. Поселение в рамках работы по благоустройству осуществляет работы по демонтажу, снятию вот этого рекламного мусора вдоль дорог. Мы, естественно, в рамках нашей работы будем проводить мониторинги, делать фотофиксации. Уже начали это делать, будем активизироваться, потому что это имеет место быть. И самое интересное, стоит снять несколько табличек, они новые появляются. Причем и в тех же самых местах. Конечно. А каждому дереву, как говорится, по полицейскому не поставишь. Вот, мне кажется, очень интересный вопрос. Вопрос от Геннадия, он, правда, не написал свою фамилию, но вопрос интересный. Правомерна ли реклама от застройщиков на строящихся домах? Очень хороший вопрос. Как раз у нас сейчас есть в нашей входящей корреспонденции обращение застройщика с просьбой дать временное разрешение на расположение рекламы на недостроенных объектах и, соответственно, на заборе, временном заборе. Мы вопрос сейчас как раз рассматриваем. Есть разные точки зрения, потому что мы уходим уже в такую глубокую юридическую плоскость. С одной стороны, данный момент часто применяется, во всех муниципалитетах имеет местное существование. С другой стороны, если в чистом виде подходить по требованию наших документов нормативно-пробовых, в том числе муниципальных, то при установке, при подаче документов на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций требуются правоустанавливающие документы на жилое здание. Поскольку правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства еще нет, в чистом виде это очень тяжело найти и выдать это разрешение. Сейчас нашим юридическим блоком мы это прорабатываем, чтобы соблюсти интерес. Но в любом случае в чистом виде вот эта большая баннерная ткань, которая часто болтается фактически на фасадах домов, в таком виде она не будет, конечно же. В любом случае, если даже мы найдем решение, чтобы застройщикам было удобнее, скажем так, продавать вот эти вот квартиры, для чего это все делается, это будет в гораздо более приятном виде. У нас сегодня наши корреспонденты вышли на улицы нашего города и узнали вообще у жителей, как они относятся к рекламе. Считают ли ее они красивой, вот по состоянию на сегодняшний день, нужна ли им она или можно каким-то образом без нее обойтись. Так, внимание на экран. Современные рекламные щиты, растяжки, светодиодные экраны и другие рекламные объекты должны прежде всего выполнять свою основную функцию – эффективного инструмента маркетинга. Однако большое количество незаконно установленной рекламы портит облик города, отвлекает водителей и зачастую содержит ложную информацию. Мы вышли на улицу города, чтобы спросить у жителей, как они относятся к наружной рекламе. Нейтрально, по большей части. Иногда она может быть даже забавной. Да, в принципе, больше никак. Лучшие украшения – цветы, зелень, люди улыбающиеся. А реклама, ну она нужна, наверное, но в определенных местах. Не везде, не на каждом месте. Я даже наоборот, когда я иду, мне интересно почитать, что там написано. Так что положительно к этому отношусь. Что-то для себя увидел информацию, записал. Так что все отлично. Рекламные щиты не нравятся на улице города. Раздражают, портят вид нашего красивого города. Бывает, что она есть слишком много и немножко неэстетично подана. А так, в принципе, нестинно обращаю на нее внимание. То, что меня интересует, когда глаза увидела, прочла, они интересуют. Я просто боковым зрением проскользнула по ней. И все. Никак. Есть и есть. А как вы думаете, портит облик города реклама? Нет, почему? Красиво иногда делают. Я читаю, смотрю, мне это нравится. Не очень. Вам не нравится? А вы считаете, что она портит облик города? Да, да, да. Я считаю, что бывает очень много. Лучше побольше деревьев пусть высаживают. Если это разумно, как бы расставлено, грамотно, то не портит. А если это вот идет поток какой-то постоянно, то видишь первое, видишь остальное. То есть здесь надо тоже работать над этим. А вот на остановках, на заборах? О, нет, я на заборах принципиально ничего читаю. Даже объявление, которое может быть и очень важно. Я напоминаю, сегодня у нас в прямом эфире заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Витальевич Куканов. И мы разговариваем о наружной рекламе. Ну вот видите, сколько людей, как говорится, столько и мнений. Но главное, что ни одного совершенно равнодушного человека. И пока мы смотрели сюжет, поступил вопрос, кстати, тот, который я как раз и хотела вам задать. Существует ли какой-то процент социальной рекламы? И вообще, к чему в нашем городе уделяется больше внимания? Коммерческой рекламе или социальной наружке? Социальной рекламе, естественно, уделяется вниманию. Нам очень часто поступают письма от различных структур. И по линии УВД, и по линии каких-то общественных объединений с просьбой разместить рекламу. Мы обращаемся к рекламы-распространителям. Они размещают на своих счетах данную рекламу. На период размещения они освобождаются от арендной платы. Таков механизм. Реклама такая размещается, ее, в принципе, видно, попадается в городе. Сейчас мы плотнее начинаем взаимодействовать именно с рекламным распространителем. От них уже поступили непосредственные предложения по конкретным точкам расположения рекламы социальной. Это удобно и для них, и для нас. Мы выполняем свою функцию, а также функцию наших коллег из государственного уровня, регионального уровня. При этом, соответственно, во время неиспользования рекламных конструкций рекламными распространителями мы освобождаем их от арендной платы. У меня каверзный вопрос. Какой рекламе отдается все-таки предпочтение? Ну, я имею в виду, в каком смысле предпочтение? Ну, есть сторона А у баннера, есть сторона Б у счета, есть какое-то выигрышное место, есть какое-то менее выигрышное место для рекламы. Так вот, кому все-таки отдается больше предпочтение? Коммерческой рекламе или социальной? И почему? Ну, сами понимаете, да, было бы наше желание, мы бы разместили бы везде только социальную рекламу. Я почему сказал, что так? Да, но понятное дело, что щиты разные. То, что распродается, в принципе, у рекламораспространителей, они там распродают. А то, что нет, они предоставляют в том числе для нашей рекламы. Но можно было видеть неоднократное расположение социальной рекламы на основных, в том числе влетных-влетных магистрали в наш город. По Белокаменному шоссе располагался такой большой очень баннер именно социальной рекламы. Часто бывает, что рекламораспространители не удается продать именно дорогие места. И они таким же образом предлагают нам распространить там нашу социальную рекламу. Совсем недавно проводился мониторинг положений на территории Ленинского района. Как раз смотрели, какая реклама и есть ли в том числе несанкционированные. Какая картина нарисовалась? Да, действительно проводился мониторинг. Как наши структуры проводили его, так и региональные. Было выявлено положение дел по рекламе. В ходе, по итогам этого мониторинга мы провели изначально переговоры с собственниками, кого, естественно, нашли. Выдали предписание по демонтажу отдельно стоящих рекламных конструкций. Те, кто самостоятельно демонтировал, мы заключили договор с подрядной организацией в рамках работы. По этому направлению было демонтировано более ста отдельно стоящих рекламных конструкций по всему району. И порядка двухсот в первую итерацию было демонтировано объектов незаконной рекламы и информации на объектах потребительского рынка. Сейчас, в рамках той работы, про которую я уже рассказывал, по приведению к единому архитектурной концепции главных улиц, демонтировано еще более ста рекламных конструкций на объектах потребительского рынка. Цифры, мне кажется, достаточно внушительные для, в принципе, не такой уж и большой территории. Те рекламы, которые были обнаружены, не санкционированы, встречаются так. Я просто была знакома с материалами, которые печатались в газете «Видновские вести». И везде в основном написано, что владелец конструкции неизвестен, владелец рекламы тоже неизвестен. Понятное дело, что все это демонтировалось, понятно дело, что это все куда-то увезено на склад или на место хранения. А как выявить все-таки этого человека, который владелец и он неизвестен? И вообще как-нибудь можно ли его наказать за то, что он несанкционированно установил свою рекламу? Наказать, конечно же, можно. Здесь органы правопорядка осуществляют деятельность в рамках административного кодекса. Предусмотрены крупные штрафы по 500 тысяч рублей на юридические лица, на физические лица, к которым относятся индивидуальные предприниматели. Там, конечно, штрафы поменьше. Они этим занимаются, наказать в принципе можно, но не всегда возможно четко разобраться во владельце той или иной рекламной конструкции. Иногда доходит до такой странности даже. Рекламный распространитель, повесив свою рекламную конструкцию у себя на объекте, подает нам заявление на установку рекламной конструкции, на получение разрешения. Очень часто это случается. Естественно, часто у него отсутствуют какие-то документы, либо есть еще какие-то основания. И здесь мы сразу видим, и он сам заявляет о себе по данному моменту. Надо прекрасно понимать, что подача заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции не является основанием для демонтажа, либо недемонтажа. Без разрешения рекламная конструкция является незаконной. То есть сначала делается дизайн-макет в специализированных программах, подается разрешение, и только после этого, когда получается разрешение, собственник или рекламный распространитель имеет право размещения рекламной конструкции. А меры, кроме денежных штрафов, какие-нибудь еще существуют? Или это единственное наказание штраф? Ну, меры какие? Если рекламный распространитель не хочет платить штраф, и у него есть временно, он должен исполнить наше предписание, естественно. Необходимо демонтировать данную рекламную конструкцию. Ну, вот, если не так, так так. Может, какие-то административные... Работы? Общественные работы? Нет, конечно. Но я думаю, что меры по тем штрафам, которые я озвучил, более чем внушительные. Сейчас, конечно, работаем мы по линии МВД, пытаемся, чтобы они нам, конечно, помогали. Только они могут наложить штраф по данному направлению. Вот еще один интересный вопрос поступил. Как обстоят дела с рекламными машинами, которые стоят на обочинах? Кстати, достаточно такое частое явление. Это вопрос задал нам Рыков Иван Юрьевич. Что вы ему ответите? Да, действительно. Если автомобиль предназначен только для размещения рекламы, это является неким рекламным пространством, которое не может иметь место на существование. Если битболтеры существуют, почему тогда нельзя не иметь место на существование? У нас, сами знаете, часто располагалась машина и в районе 6 микрорайона, и по Белокаменному шоссе. Здесь мы, естественно, как только нам поступает такое обращение, мы боремся взаимодействием с МВД в рамках дорожной деятельности. Ну, эти машины, они же стоят, в принципе, на территории муниципалитета. Значит, они должны тоже получать какое-то разрешение. Правильно? Если они встают на зеленую зону, на газону? Если встают в зеленую зону на газону, да, здесь уже мы переходим к другому механизму. Ну, город-сад же. Город-сад, да. А это все... Есть штрафы, которые накладывает Госадомтехнадзор. Если, опять же, подобный объект существует, да, делается фотофиксация, отправляется в Госадомтехнадзор. Такие факты уже есть, мы это практиковали, и по весне такого много было. Здесь и по рекламной, и не по рекламной, просто по любителям парковаться на газонах, ввиду отсутствия места, отправится документ в Госадомтехнадзор. Специалист выезжает, делает фотофиксацию сам обязательно, получает выписку с соответствующей структуры, а собственники данного транспортного средства и накладывает соответствующий штраф. Ну, вот опять вопрос несколько не по сегодняшней теме. Это точно так же, как мой вопрос по поводу остановок объявлений. Ну, я думаю, что вы сейчас поможете получить ответ Александре Васильевне на вопрос, как ведется борьба с рекламными листовками, буклетами, которые в огромном количестве распространяются в подъездах и оклеиваются ими стены и двери домов. Ну, действительно, такая есть вещь. И не только видно этим славицами, кажется, все города Подмосковья и России страдают этим. Да, действительно, проблема такая есть, о ней нельзя забывать. Допустим, тяжело очень, опять же, привлечь человека и это поймать за руку. А у меня супруга сама неоднократно таким образом ловила людей, обзванивала людей, которые вывешивали незаконные рекламные конструкции. Особенно интересно, когда есть щит, человек вешает отдельно на дверь. Это очень неправильно. Здесь ведется борьба совместно с управляющими компаниями. Управляющая компания имеет полную информацию о том, что и когда может появляться. И управляющая компания может, грубо говоря, совместно на своем ВВД осуществлять вплоть до дежурства какого-то и выявлять тех людей, которые распространяют данные рекламные конструкции. Рекламные листовки, которые наклеиваются на двери. Здесь, конечно, надо вести работу именно по линии управляющих компаний. Потому что, естественно, сотрудник администрации не может стоять и сторожить. И сотрудник полиции, допустим, не может стоять и сторожить каждый подъезд. А в части листовок, которые бросаются в почтовые ящики, здесь, опять же, есть несколько моментов. Человек попадает в этот подъезд. Вопрос возникает, как он туда попадает. Сейчас практически везде установлены домофонные двери. Либо его кто-то пускает, он звонит. В средоволенную бабушке открывает двери. Конечно, конечно. Либо еще какие-то такие моменты. Для чего устанавливаются домофоны? Для чего за них платятся? Чтобы все-таки какую-то вакуумность вашего места обитания можно было обеспечить? Ну вот мы, в принципе, и подходим к логическому завершению нашего разговора. И мне все-таки хотелось бы, ну, может быть, это не вопрос, а некоторое такое уточнение. Демонтаж, он тоже, в принципе, реклама наружная, он не бесплатное удовольствие. Деньги в бюджете наверняка на это заложены. Много ли это съедает денег? И вообще, как это все? Кто демонтирует? Кто за это? Демонтирует организация, которая была отобрана по конкурсным процедурам соответствующим. Съедает, конечно, это определенные деньги. Вообще, работа в части рекламы, она как доход муниципалитета, так и минус по части демонтажа. Но доход перекрывает все-таки, это в объемах немножко разные вещи. На самом деле, вот последний контракт, который мы заключили с подрядной организацией, он был, в принципе, очень даже недорогим, если перечитать на каждую рекламную конструкцию. В принципе, в дальнейшем организация, которая демонтировала, она в случае невостребованности рекламных конструкций может распоряжаться, сдать там условный металлолом, тоже получить какие-то денежные средства. Но, естественно, это затраты. И для муниципалитета, конечно, гораздо удобнее, если рекламораспространитель свою рекламную конструкцию демонтирует самостоятельно. Это нас освобождает от дополнительных процедур, дополнительного времени на реагирование на ту или иную незаконную рекламную конструкцию. Сергей Витальевич, я понимаю, что вопрос очень сложный, и предугадать его решение невозможно. Но, тем не менее, какой срок отводится, или вы для себя отвели на то, чтобы, наконец, навести порядок, и в нашем городе перестало существовать такой термин, как несанкционированная реклама? Здесь надо говорить о разных моментах по-разному. Надо различать моменты все-таки незаконной рекламы и некондиционной. Незаконная – это то, почему отсутствует выданное разрешение. Я думаю, что к концу года мы так или иначе это победим. Но, естественно, всегда будет возникать что-то новое, мы с этим будем бороться, и постоянно будет вот такой прикрестный трафик. По некондиционной – здесь, конечно, обращение к собственникам, чтобы они нам помогали в этом плане, к собственникам тех или иных объектов потребительского рынка. Потому что, если выдано разрешение на рекламную конструкцию, все другие объекты рекламы на доме приведены в соответствии, а один выбивается, а у него есть выданное разрешение, естественно, демонтировать мы ее не можем, и обязать собственника не можем. А по некоторым рекламным конструкциям срок действует еще 4,5, и, допустим, года, до 5 лет, насколько было выдано разрешение. Здесь немножко может затянуться. Рекламные конструкции являются законными, все правильно, но внешний вид они могут портить, потому что они были поставлены, установлены в то время, когда не было еще общей архитектурной концепции по тем или иным улицам. Ну что, спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли время побеседовать с нами и с нашими телезрителями на такую сложную тему, как наружная реклама. И хочется верить и надеяться, что когда-нибудь наш любимый город Видное будет городом-садом, и его украшением будет наружная реклама. Всего вам доброго! С вами был телеканал Видное ТВ. В следующий четверг у нас следующий интересный гость. Но об этом следите в наших специальных сообщениях. Удачи!